Всем волюбалистам привет! С вами канал Воли Дзен и Иван Насовин. Сегодня я хотел бы осветить для вас очень важное направление, которое нужно знать, чтобы избежать, ну, будем считать, условные 80% травм. Это направление касается спазмирования мышц. Целая информация, которую я хочу вам передать, очень простая, но, к сожалению, многие об этом не знают, либо не уделяют должного внимания. Я о самоздоровье и о решении вопроса спазмирования мышц задумался только из-за жестких болей в плече, коленях, полеснице, лет так спустя 8 в волейболе. До этого я относился к телу как к какому-то цельному куску и не разбирал тонкие моменты. Что-то болит, что-то тянет, из-за чего, собственно, это происходит, как это исправить, ну, наверное, пройдет. И что-то по-молонности действительно проходило, а что-то усугублялось и становилось хронической болью. К сожалению, даже базовой инструкции по эксплуатации нашего тела мы в юности, а многие люди и в зрелом возрасте, не имеем. И мне бы хотелось, чтобы вы узнали об этой теме раньше, чем я. Потому что когда я сам столкнулся с болями коленей, которые года полтора не проходили, и был жуткий дискомфорт, боли в пояснице, из-за которых я собирался завязать с волейболом, потому что после тренировки даже сидеть в машине не мог, так болело, и каждый удар удавался в спине, из-за травмы позвоночника в грудном отделе при неудачном сальто в песок и последствии постоянном онемении двух пальцев на правой руке, если хоть чуть похолодает, года три это было. А также ухудшение кровотоков трапеции и к тому же неправильной техники, и как следствие сорванном плече, которая от каждого удара у меня болела и как плеть висла, я вот так вот спал, запрокинув руки назад, собственно, мне пришлось искать информацию, чтобы выжить, чтобы играть и чтобы жить без боли. И этого очень сильно хотел. Какие-то знания я подчеркнул от различных специалистов, которым я ходил на прием. Костоправы, массажисты, мануальщики, остеопаты, кинезиологи, тренажер, провила, какие-то знахари и прочее, я ходил в целом либо разово, чтобы понять логику, взвесить КПД своих ощущений, потому что я не имел бесконечные ресурсы на поход к врачам и специалистам. Кому-то чуть дольше были и такие, которые заслужили мои доверия, кому-то чуть меньше, и только нескольких я бы посоветовал. Многие моменты я искал, читал, смотрел, изучал, пробовал на себе, что-то вообще обнаружил случайно. Но в любом случае это комплексное знание, которое меня сейчас выручает. Я бы им хотел поделиться, чтобы, возможно, вас направить где копать. Помню, как играя в высшей лиге Украины на домашней игре, я захотел очень сильно ударить на разминки. Под себя. И у меня произошла такая вспышка боли, что слезы брызнули из глаз, а рука повисла плетью. Я кое-как доковылял до скамейки. Счастью, эту игру посетил Виталий Якубовский, мой волейбольный старший товарищ и тренер. Он владел массажными приемами, надавил на точки очень жестко, начал массировать трапецию. И я понял, что там не мышцы, а какой-то уже камень. И представьте себе, я этому не уделял никакого внимания. Ну, жил да и жил. И, видимо, вот этот камень только что на разминке чуть не треснул. Меня чуток отпустило после массажа. Михалыч продолжил мне пасовать. Это очень было странно, видя, как я мучился. Я чехлился первую партию, потому что бил через силу. И такой, знаете, подсознательный страх повторения этой вспышки боли, которую я испытал. Но потом чуть восстановился и уже нормально нападал и забивал. Но тогда я понял, что пора искать информацию, а почему, собственно, мышца спазмируется. Какие механизмы и причинно-следственные связи иначе в будущем можно просто не вывести. И в следующий раз я, кстати, видел, как люди сходили с дистанции из-за травмы и больше волейбола уже не возвращались. Либо возвращались, но очень через долгое время. Так вот, если коротко, то мышечные спазмы случаются из-за следующих основных факторов. Мышечная усталость, то есть недовосстановление. Обезвоживание, то есть недостаток количества влаги приводит к судорогам. Нехватка электролитов, калий, магний, кальций. Проблемы с кровоснабжением, то есть мышца пережата, не восстанавливается, кровью не омывается. Стресс. В стрессе у нас вырабатывается гормон кортизол. У нас в целом мы реагируем на стресс либо каким-нибудь спазмом, зажатостью, либо убежать, либо ударить. И очень часто люди, которые слишком много стрессуют на работе, они вот все зажаты, их клинят. Большое количество высокоинтенсивных тренировок и, как правило, отсутствие упражнения на растяжение мышц. Перекос в теле и нарушение баланса, когда одни мышцы выполняют функцию других и не вывозят, либо слабость самих мышц. А также проблемы с позвоночником, грыжи, протрузии, которые при определенном положении тела просто у вас выстреливают и у вас спина спазмируется. Все эти факторы вместе приводят к тому, что мышцы спазмируются, ухудшается кровоснабжение, а вместе с ними приток питательных веществ. Замена и уборка отработавших свое клеток. Вспомните, при перетягивании вен жгутом, чтобы остановить кровотечение, можно так держать не больше 60 минут в теплое и 30 минут в холодное время. А дальше возможен некроз, то бишь омертвение ткани и даже ампутация конечности. При спазмированной мышце процесс, конечно, не такой быстрый, но схожий. Если нет доступа к крови, то организм не может заниматься самовосстановлением и саморегуляцией. Так сказать, стройка идет, а грузовики с материалами завязаны на подходе. К примеру, мой тесть жаловался, что он не может спать и сильно болят ноги. Я предложил протестировать и нажать на пару точек. Так вот, там не ноги были, а жуткий камень. И Иван Иванович звыл, когда я лишь слегка надавил. К сожалению, зарядку и растяжку он точно делать не будет, не тот человек. Но отправив его на массаж и пиявкотерапию, ему сильно полегчало. Спазмированная мышца также может означать, что она пытается взять на себе больше нагрузки либо за другую мышцу из-за перекоса в теле или нехватки силы, либо если не справляется сама. Такая мышца со временем так устает, что теряет эластичность и не может легко и пластично сокращаться, а и напрягаться, и выдерживать большие нагрузки, как следствие подверженные травмам. Можно провести аналогию с резиновым жгутом, который тянется во все стороны и возвращает свое исходное состояние, если мышца в здоровом состоянии, и в ветхой тканью, которая рвется с треском от любой нагрузки и не обладает эластичностью. Иногда спазмы возникают из-за проблем с позвоночником. Различными типами грыж, шипотрузи и спина спазмируется, чтобы сделать так, как бы поддерживающий корсет, что жутко неприятно, и, к примеру, я точно знаю, мне нельзя определенные скручивания тазом, потому что у меня возникает похожая история, и то ее нет-нет-нет, то она там проявляется. Также спазмированные мышцы имеют свойство укорачиваться и тем самым начинают перманентно натягивать связки, к которым прикреплены. Из-за этого, к примеру, в колене может возникнуть лишнее трение между мениском и коленной чашечкой и, как следствие, воспаление надколенных и подколенных связок. В итоге мы мучаемся с болями в коленями, как следствие, танцую вокруг них с танцей с бубном. А во многих случаях, если это не генетическая и уже не запущенная хроническая стадия, нужно разобраться со спазмом мышц и с укороченным спазмированным квадрицепсом, как причина, и вас тут же отпустят. Кстати, у кого в машине от долгой езды начинают сильно болеть колени, это та же самая ситуация. Как я помню, мучился, пока не нашел парочку упражнений, растягиваешься хорошо, и все, боль исчезает. Я не специалист, но вот пару моментов, которые я вывел для себя на практике. При подтягиваниях, стрессе, переохлаждении, тренировках у меня остановилась жесткая трапеция. При жесткой трапеции ухудшается кровоток в дельты и мышцу, вращающую лопатку. Если затянуть вот эту жесткость и ничего с ней не делать, то можно получить травму и какой-то надрыв в плече. К примеру, недавно, в середине мая, я не играл в волейбол около трех, может быть, чуть больше недель. Была пауза и затем отпуск в Японию. Затем я приехал и пошел на пляжную тренировку, где сразу много нападал и подавал. И перенапряг плечо и спину. И ничего с этим не сделал, не растянул. Ни массажным мячом, не прошелся. В общем, поленился. И через три дня, пройдя на пляжные соревнования, понял, что при сильных ударах я испытываю дискомфорт и вспышки боли. Чего прямо давно не было. Соревнования доиграл, заняли второе место. Но мораль для меня была проста. Натрудил плечо. Ну растяни, разомни, не ленись. И не надейся, что само рассосется. Все, собственно, как всегда. Хочешь играть в волейбол, следи за состоянием тела. Также при спазмированной трапеции, после подтягиваний, у меня частенько начинала болеть голова. И я не понимал, почему. Что являлось причиной. И при нагрузке, если еще эта жара, становилась очень плохо. Раньше я не понимал эту простую закономерность, что это просто вот здесь все спазмировалось, и кровь не поступала в голову. И я очень долго страдал. Теперь я знаю это. Я работаю с трапецией, со спиной, вращательной манжетой плеча, разминаю массажным мячом, либо лежу на коврике, пью спазмолгон, и меня отпускают. А раньше это были сильнейшие головные боли, с которыми я вот не знал, что делать. При загруженной спазмированной ягодичной могут возникать боли в пояснице. В итоге человек держится за поясницу, а нужно работать с ягодичной. При загруженном укороченном квадрицепсе, как я уже говорил, после силовых или игровых, может тянуть и болеть что-то в колени. И если запустить, то можно годами мучиться. Помню как-то в институте, у меня колено болело полтора года. Я и на коленях ходил, и лёд прикладывал, и массировал. И всё это очень слабо помогало, пока не нашёл простое упражнение в интернете. Там у человека даже лица не было. Видно на видео, он вот так вот сидя на полу, сгибал и разгибал, скользил ногами. Я это потом запишу в следующем ролике. Вот. Я делал это так долго, пока вот были силы это делать, и туда усиливался в колени кровоток, и возможно за счёт этой нагрузки мышца как бы перезагружалась. А сейчас вот я знаю ещё одно волшебное упражнение, которое было найдено случайно, которое решает либо сразу, либо за пару дней. Оно ещё проще и помогает мне в 90% случаев. Я о нём расскажу вам в следующем ролике про практические действия. Давайте пройдёмся всё-таки по рекомендации, которые я выделил для себя, чтобы справляться или предотвращать травмы. Первое. Нужно научиться чувствовать своё тело. Жёсткое оно или мягкое. Вот сожмите трапецию. Если болит и плотно, жёстко, то спазм. Если вот, например, в плече нажмёте вот на точку, болит, спазм. Сзади тоже у нас нервное сочетание. Тоже. Если вы как бы делаете шаг ногой и вот можете так ударить о пол и отдаётся в колени, значит в большинстве случаев у меня это спазм квадрицица. Потому что если ты растягиваешь и всё у тебя нормализуется, то нагрузка при таком ударе размазывается на всю ногу и не чувствуется. А вот при спазме всё бьёт ровно в колени. То есть вот болят вот эти связки и всё остальное. Второе. Не запускать этот процесс и стараться убирать спазмы любыми доступными методами. Иначе, чем дольше, тем риск получить травму выше. А восстановление увеличивается по времени. К примеру, я знаю упражнение на колени. Но по какой-то причине я ленюсь. Так вот, спазм не уходит и становится тяжелее подниматься на ступеньки, что-то ты уже при ходьбе что-то чувствуешь. Потом плюну, меня всё достанет, сделаю пару дней растяжку, а всё нормализуется. Я думаю, ну и чего ты, лентяй, мучился? Можно, вот немножечко пишу практических. Мы о них поговорим более чётко во втором ролике. Сейчас я просто их обозначу. Итак, у нас есть растягивание мышц по 60 секунд за подход на группу мышц после тренировки и в дни отдыха. Можно утром и вечером. Один подход хорошо, а парочка лучше. Витамины пить. Калий, магний, кальций. Я бы выделил магний B6. У многих пропадали судороги даже у возрастных людей, у которых вот просто по ночам хватали судороги. И боли в мышцах после приёма от 1000 мг. Обычно аптечный магний B6, там очень какая-то низкая дозировка. А вот в спортивных магазинах можно покупать большие. Магний необходим в расслаблении мышц. И он очень быстро тратится при стрессе. Работа с триггерными точками и нажатием на них от 40-60 секунд. Воздействие на точку, пока мышцы под воздействием не расслабляются и не перегружают. Вы это почувствуете. Баня-сауна. Но при 60-70 градусах не более. Потому что нам надо прогреть внутренние мышцы, а не чтобы при 100 градусах ваша кожа как корочка подгорела, внутри была холодная кровь вот как в стейке, как в куске мяса. Поэтому спокойная прогревающая баня-сауна. Бассейн. Я лично плавание не люблю, но это шикарный способ заставить работать мышцы, которые в обычной жизни не пользуетесь, устранить какой-то перекос в теле, улучшить кровообращение и дать мягкую нагрузку на больной участок. Массаж и самомассаж. То есть есть деньги, находим какого-то хорошего мастера и идем на массаж. Нет денег, массируем себя сами. Ну, хотя бы трапецию, плечи, то есть можем как-то размять, где-то мы там колени можем размять, но лучше, конечно, в упражнениях это делать. Также у нас есть статическая нагрузка, которая нагружает мышцы, мы выдерживаем эти 40-60 секунд, она перезагружает, усиливает кровоток и мышцу отпускает. Затем ванны сода солевые, плюс английская соль магниева, где-то тоже в районе часа, тоже хорошо воздействует, я ее тоже частенько принимаю. Из таблеток спазмолгон, как-то вот мне с детства достался от мамы и собственно помогает расслабить скелетные мышцы, напряжение, то есть выручает. Ну, что я могу сказать? Еще медитация, внутреннее расслабление, то есть увидеть, где у нас стресс, где-то попробовать подышать, расслабиться. Также есть интересное упражнение жгонка, когда мы ловим определенные движения, делаем и расслабляемся. И золотая рыбка, которая работает с продольными мышцами спины, которые возле позвоночника, которые его питают. Бег легкой трусой для улучшения кровообращения, то есть мы не на скорость, не на время, просто аккуратненько вот такая как бы вибрация. Также надо помнить о мышечной усталости. У вашего тела есть лимит, у ваших мышц есть лимит. Если вы постоянно его расходуете, не восполняете его нужным питанием, не растягиваете мышцы для улучшенного кровообращения, не даете отдохнуть и восстановиться, то мышцы становятся деревянными, теряют свою эластичность и возникает повышенный риск травмироваться. Поэтому возьмите за привычку во-первых, устраивать либо отдых себе, либо дни, еще лучше, растяжки, плавания, йоги, в общем, прислушиваемся к себе и не забываем про отдых. не железные. Также третье, я рекомендую заниматься профилактикой возникновения спазмов, профилактикой можно назвать все вышеперечисленное, но не когда вас прихватило и уже конкретно больно, а до того, так сказать, превентивно. Также необходимо повышение силы и укрепление тех мышц, которые вы пользуетесь в игре. Чем выше ваша тренированность, тем больше могут выдержать ваши мышцы. Потому нужно заниматься силовыми и повышать свой атлетический уровень. А также не забывать, что сейчас в ютубе очень много укрепляющих упражнений и упражнений для ЛФК и восстановления. Найдите, что вам подходит и систематически делайте. Просто запомните такой момент, который может вас выручить. если у вас вот есть сейчас какая-то травма, какие-то болезни в состоянии, назовем это слабым звеном. Просто зарубите себе на носу. Без вашей помощи и внимания к этому участку лучше не будет. Поверьте, если это уже произошло, то с этим нужно работать. Вот такое простое правило. Также нам нужно убирать перекосы в теле. Потому что если мы не найдем причин возникновения спазма, то на постоянной основе будем бороться с ее следствиями. То есть вы даже не догадываетесь о том, насколько у нас все взаимосвязано. Даже неправильный прикус может влиять на стопы, на позвоночник. Во всем этом есть лишь одна сложность найти грамотного мастера, который все поставит на место. Найти ресурс на оплату. Ну конечно существуют более долгие, но зато рабочие варианты. Это потратить достаточное количество времени для самообучения и найти свой способ занятий. Там гимнастика, йога, цигун, ушу, силовые. Что хотите. На самом деле простыми упражнениями, но в систематическом подходе, такими как подтягивания, отжимания, приседания и работа на каждую сторону в отдельности можно многое выровнять. Главное делать и не лениться. То есть обычно все-таки люди привыкли жаловаться, постановать, но ты этого человека спрашиваешь, ну а ты что-нибудь делаешь? Он говорит, нет. Я ему в ответ говорю, ну значит недостаточно болит. Есть такая как бы поговорка, как бы притча, что мужик ходит мимо какого-то дома и там сидит мужик на кресле и собака. И собака это постоянно поскуливает. И он ходит один, второй, третий день и все время собака поскуливает. И как бы он спрашивает у мужчины, ну а что с собакой, почему ей так плохо? Он говорит, она села на гвоздь, но ей недостаточно больно, чтобы встать и уйти, но достаточно больно, чтобы поскуливать. Поэтому вот также если вы заметите за собой, что вы поскуливаете, но ничего не делаете, себя не надо жалеть. Беретесь из какой-то проблемы. Вот, в следующем ролике я уже покажу на практике и расскажу подробнее о всех практических способах, которые сегодня упомяну, покажу сами упражнения, а также покажу различные приспособления, бады, таблетки, которые я использую, которые меня вручали. Напоминаю о важности того, чтобы вы комментировали, ставили лайки, это ваша благодарность за мой труд. В заключении я хочу попросить вас описать ваши рабочие способы и упражнения, которые помогают вам снимать спазмы. Думаю, это пригодится и другим людям, и мне в том числе. С вами был Иван Насорин, до новых волнующих встреч!